В нашей печати, в нашем издательстве Свято-Троицкого монастыря, мы издаем периодические издания Православная Русь, Православная Жизнь, Православный Путь и Orthodox Life на английском языке. Православная Русь – это наше главное издание как русскоязычным православным изданием. Оно выходит с 1928 года, и издавать его начал отец Виталий Максименко, впоследствии владыка Виталий Максименко, «Ава нашего монастыря», скончавшийся в 60-х годах. Он издавал это издание еще на Карпатах в Словакии, и продолжили его здесь. Вот так вот оно выглядит. Особенность характерная заключается в том, что мы издаем все наши издания по старой дореволюционной орфографии, с сохранением ядь, ижицы, твердого знака и так дальше. Но это, конечно, носит как бы такой идеологический момент в плане преемства с дореволюционной православной Российской империей. Вот у нас это сохраняется, живая традиция вот этого правописания дореволюционного. Православная жизнь посвящена жизнеописаниям подвижников благочестия и воспитанию детей. Здесь есть разделы «Вера, Родина, Семья». А православный путь – это философско-богословский ежегодник. Здесь более серьезные статьи, академические статьи, посвященные специальным темам. Ну, конечно, все связаны тоже тем или иным образом с церковными вопросами. В Почаевской лавре с 1910 по 1917 год выходил журнал «Русский инок». Это был уникальный своего рода журнал, в своем роде, который издавали монахи. И он был для монашествующих, но было интересен всем мирянам. В 1917 году он прекратил выходить. Выпускал его все тот же наш преснопамятный ава нашего монастыря, архимандрит Виталий, в будущем епископ по благословению епископа Волынского Антония Храповицкого в Почаевской лавре. И недавно, по благословению митрополита Лавра, мы возродили этот журнал, но на этот раз в электронном формате, то есть в интернете, вот «Русский инок». И считаем, что это важное начинание, потому что сейчас православные должны за информационное поле, так сказать, сражаться и миссионерствовать, везде нести слово Божие и слово истины, и на интернете в том числе, если Господь помогает. Поэтому журнал существует уже год, и много откликов от православных, некоторые епископы из России тоже благодарили за этот журнал, по милости Божией существуем, и может быть, если удастся, «Русский инок» будет и на бумаге в будущем. Я доволен, что мы с возможной помощью как-то, повторяю, по мере наших сил и возможностей, можем продолжать то дело, которое нам было поручено нашими предшественниками, митрополитом Антонием, Анастасием, Владыка Оргипетского Виталием. И вот, что мы можем его продолжать с Божьей помощью, пока есть силы продолжаем, вот это радует. Я думаю, что только на чужбине русское сердце может рождать действительно трогательные стихи о России, и, как ни странно, вот именно Россия русским человеком из-за границы всегда особенно тонко видится, воспринимается с большой любовью, и поэтому многие поэты-иммигранты, они главной темой своего творчества, живя за границей, выбирали, тем не менее, Россию. Я хочу прочитать несколько своих стихотворений, которые посвящены матушке Руси. Синекая Русь Мы дети севера, в нас отблеск серебра, Чужды нам южные огонь и суета, Напев протяжный, нежный плеск волны, Куренье ладаной, запахи смолы, Вот наша Родина, вот ритм ее души, Дымок костра среди лесной глуши, Она не создана для ярмарочных дел, Молиться и терпеть ее удел, Осень и окая душа святой Руси, Пылание зла слезами гаси. Дождевыми каплями, золотыми зернами, Падают в человеческие сердца слова О вере и любви, О красоте и гармонии Божьего мира, О спасении души. Пройдет время, и все посеянное Прорастет благодатью, Выпустит зеленые яркие побеги, Как после обильного очистительного дождя. Говорят святые отцы, Что любовь свыше Течет через одну душу на другие, И эта душа, источая благодать, Опять наполняется от того потока Божия, Который полон воды. В Джордан вели дождь, Мокрая трава, В небо смотрит, ждет Солнце и тепла Струйками дождя Слез бегут ручьи, Небо слезный взгляд На земле почиил. Джордан виль в цветах, Джордан виль в слезах, Как корабль во льдах, Как погост в крестах, Жизнь священной свет, Золотой свечи, В Джордан вилле снег, Джордан виль молчит. Джордан виль в цветах, Джордан виль в слезах, Как корабль во льда, как погост в крестах Жизнь священный свет, золотой свечи Джордан Вилли снег Джордан Вилли молчит Час молитвы свят, пролетят года И грусти, мой брат, вечность лучше знай Струйками дождя слез бегут ручьи Небослезный взгляд на земле почин Джордан Вилли в цветах, Джордан Вилли в слезах Как корабль во льда, как погост в крестах Жизнь священный свет, золотой свечи В Джордан Вилли снег Джордан Вилли молчит Джордан Вилли в цветах, Джордан Вилли в слезах Как корабль во льда, как погост в крестах Жизнь священный свет, золотой свечи Джордан Вилли в цветах, Джордан Вилли в слезах Джордан Вилли молчит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!